МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости самбо и вначале коротко о главном. В сборной России абсолютный лидер в Москве состоялся чемпионат Европы по самбо. Разыграны три комплекта медалей. Среди мужчин, женщин и в боевом самбо. На новый срок старой должности. Единогласным решением участников отчетно-выборного конгресса президентом Европейской Федерации самбо вновь стал Сергей Елисеев. День победы в Москве отметили турниром. В универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» прошли соревнования по боевому самбо. 2012-й юбилейный год исполняется 20 лет со дня создания и официальной регистрации Европейской Федерации самбо. И ровно 40 лет назад состоялся первый чемпионат Европы. Тогда боролись представители восьми стран. Среди участников в этом году уже 34 страны. Лидерами мирового рейтинга по-прежнему остаются сборные России, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Украины и Армении. Однако хорошую конкуренцию на этот раз также составили борцы из Италии, Испании, Франции и Сербии. Первый день сенсации не принес. Тем не менее, результаты были непредсказуемы. Российский спортсмен, мастер спорта Дмитрий Клецков вылетел в первом же круге. Очень непросто дались поединки и российскому дебютанту Андрею Калинину. Крайне напряженно прошла встреча за выход в финал. Спортсмену с трудом удалось победить самбиста из Молдавии Григория Панфилия. День второй также стал успешным для российской сборной. В боевом самбо в связи с травмой зрители не увидели серебряного призера чемпионата России Александра Емельяненко. Вместо него выступал третий номер сборной России, перспективный боец Кирилл Сидельников. В финале Кирилл одержал победу над болгарином Мартином Маренковым и принес сборной России золотую медаль. Дебютант Адам Талдиев выиграл у двукратного чемпиона из Болгарии Марка Косева. А в финале одержал победу над украинским спортсменом Алексеем Зайцем и стал золотым призером. Ну а россиянин Баир Амактуев стал четырехкратным чемпионом Европы Ирина Громова двукратной. Да, сложнее стало выступать, во-первых. Ур я не вырос сильно. С каждым годом все растет и растет. В заключительный день подвели итоги общекомандного зачета. Сборная России стала абсолютным лидером. Она заняла первое место во всех трех дисциплинах. Второе место у женщин заняла команда Украины, а третье – Белоруссия. У мужчин серебряным призером стала все та же Белоруссия, а бронзовым – Грузия. В боевом самбо на вторую ступень пьедестала поднялась сборная Украины, а на третью – Болгария. Седьмой международный юношеский турнир по самбо-победы прошел в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». В турнире приняли участие команды городов-героев, городов воинской славы, сборной команды федеральных округов, а также сборной команды России, Украины, Белоруссии, Латвии, США и Финляндии. В зачете среди городов-героев в финал вышли команды Москвы и Ленинграда. Последние были победителями первого турнира победы в 2001 году. Но на этот раз золото взяла команда Москвы и вышла в суперфинал, где одержала победу над сборной Центрального федерального округа. Спортсмены представят Россию на первенстве Европы среди кадетов в Эстонии. Бронзу в зачете городов-героев досталось командам из Керчи и Минска. Среди городов воинской славы лучшими стали борцы из Ржева, второе место у Ростова-на-Дону. Ну а третье место разделили спортсмены из Ельца и Анапы. В зачете среди федеральных округов победил Центральный. В отеле «Аэростар» состоялся отчетно-выборный конгресс Европейской Федерации «Самбо». Среди вопросов на повестке дня – отчет из полкома о работе за 4 года, избрание президента Федерации, генерального секретаря, первого вице-президента, изменение регламента проведения соревнований, утверждение календаря Европейской Федерации «Самбо» и другие. Среди участников конгресса – 30 национальных федераций «Самбо». Сергей Елисеев поблагодарил Федерации Греции, Румынии, Болгарии, Италии, Литвы, России, Чехии и Грузии за проведение континентальных чемпионатов в 4-летний период с 2008 по 2012 годы. Единогласным решением участников конгресса президентом Европейской Федерации «Самбо» вновь стал Сергей Елисеев. Напомню, впервые в должность он вступил в 2004 году. Если в 2008 в чемпионате Европы участвовали представители 15 стран, то в этом уже 32. Еще одна приятная новость – в полку активистов прибыло. 35-й страной членом Европейской Федерации «Самбо» стала Турция. Также участники конгресса утвердили состав исполкома, в который вошли представители 12 стран. Среди задач, поставленных участниками конгресса на ближайшие 4 года – увеличить количество членов федерации до 40. В Свердловской области состоялся областной турнир по самбо среди сотрудников правоохранительных органов памяти Анатолия Завьялова. Капитан внутренней службы погиб осенью 2007-го во время операции по подавлению беспорядков в Кировоградской колонии. Соревнования проводятся уже третий раз и собирают представителей всех силовых ведомств. Лидером в этом году вновь стала сборная Свердловского главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. В ее составе блеснули Ярослав Сандин и Дмитрий Карпов, выигравшие бои в своих весовых категориях. В универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» прошел открытый турнир по боевому самбо. Соревнования были посвящены Дню Победы. В них приняли участие мужчины, достигшие 18-летия, имеющие подготовку не ниже второго спортивного разряда. Турнир собрал более 50 борцов среди спортсменов – представителей Федерации самбо Москвы и Федерации боевого самбо Москвы, которые в дальнейшем могут создать единую мощную структуру. Соединение неизбежно влечет за собой некоторые изменения в правилах ведения боев. С этой точки зрения турнир можно назвать экспериментальным. Например, на этих соревнованиях спортсмен мог сам решить, выйти на ковер в шлеме или без него. Если в начале турнира самбисты отдавали предпочтение защите, то в полуфиналах появлялись уже преимущественно без шлема. В результате анализа проведенных соревнований члены Федерации смогут прийти к единому своду правил ведения боев. Для борьбы в целом это, безусловно, шаг вперед. Привязанность турнира ко Дню Победы весьма символична. Праздник 9 мая уже прошел. Однако, как говорят организаторы соревнований, это событие не одного дня, а целой эпохи. К тому же соревнования – своеобразный символ победы над стереотипами прошлых мышлений. А значит, грядет начало нового, более успешного этапа в жизни самбо. Структуры будут работать не параллельно, а, как говорится, идти в одной упряжке. 25 мая в Верхней Пышме во второй раз прошел всероссийский командный турнир по самбо, посвященный памяти легендарного спортсмена, первого чемпиона мира по самбо Александра Федорова. Соревнования вызвали огромный зрительский интерес. Турнир завершился победой хозяев сборной Краснодарского края, как и год назад, на втором месте. Бронза у сборных Курганской области и Пермского края. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин